Что волнует людей старшего поколения? Какие проблемы требуют немедленного вмешательства Ивановской мэрии? Ответы на эти вопросы сотрудники администрации города получают регулярно. Традиционно на заседании клуба «Ветеран» разворачивают импровизированную общественную приемную. Здесь представлены все управления. Ни один вопрос не останется без ответа. Конкретные квитанции, с конкретным вопросом по работе управляющей компании, по вопросу сосулек, снега и всего прочего, конечно, сразу же берем на заметку, записываем адреса, связываем с управляющей компанией. ЖКХ, кстати, не единственная проблемная сфера. У пожилых людей много вопросов по работе транспорта и благоустройству городских территорий. Поиск решений традиционным способом с записями на прием к специалистам городской администрации и ожиданием в очередях занял бы не одну неделю. А такой формат удобен обеим сторонам. Здесь каждый человек может найти очень правильный и грамотный ответ на любой вопрос. И это очень удобно. Не надо никуда ходить, где-то стоять в организациях, в очередях. В самый разгар общественного приема появился глава города. Его визит никого из ветеранов не удивил. На заседаниях клуба он частый гость. Я стараюсь на каждое собрание приходить и разговаривать просто с людьми, потому что, во-первых, у них очень много опыта, которым они могут поделиться, что-то подсказать, на что-то обратить наше внимание. И постоянно мы здесь проводим и приемы граждан. И, соответственно, сегодня я рассказывал о тех проектах, которые есть у администрации, и в целом проекты, которые могут изменить облик нашего города. Многие проблемы решаются здесь же. В большинстве случаев людям старшего поколения просто нужен совет или правовое разъяснение той или иной ситуации. Но главное, пожилые люди нуждаются в общении и внимании, что регулярно и получают в своем клубе по интересам. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иванов.